Дорогие друзья, нам вновь очень приятно приветствовать вас на нашей программе. Мы уже почти доходим до завершения темы, которой мы касались на протяжении нескольких месяцев. А как мы уже говорили, и я говорю на каждой из наших встреч, говорим мы о деньгах, об успехе, о жертвенности. В прошлый раз мы говорили о стяжательстве, вот о таком качестве человеческой природы. Сегодня же речь пойдет о не менее интересной теме. Она будет касаться распределения накопленного имущества. Давайте так я скажу. Но о деталях этого вопроса мы и будем говорить в нашей сегодняшней встрече. Наш Господь, мы благодарны Тебе за Твое Слово. Мы преклоняемся перед Ним, Господь, перед Его авторитетом, Господь. Дай нам смирение и зрелость, и признать наши ошибки. Внести определенные коррективы и перемены в нашу жизнь, Господь. И подводить Твоем Духу, Господь, чтобы мы стали лучше. Господь, помоги в этом уроке, чтобы мы воспринимали эти истины. Господь, если применимо, применяли и Господь. Господь, прошу, помоги нам. Аминь. Первый вопрос такой, очень общий. Как бы вы хотели прожить свои пенсионные годы? Мы все смотрим на них с таким, знаете, ожиданием. Ну вот выйду на пенсию. Давайте, делитесь вашими желаниями. Я не думаю о пенсии. Я честно скажу, что... Ну как вам сказать? У меня есть родственник. Он где-то еще за 5 лет до пенсии. Он говорит, вот еще осталось 5 лет, я выйду на пенсию. И строит планы там, мечтает об этом. Он же никак не дождется до этой пенсии. Уже прошло 4 года после того, да. В случае, и он уже вот-вот ждет пенсию получит, да. Знаете, мне как-то страшно об этом думать. Я не хочу думать об этом. Я не хочу на пенсию. Я хочу умереть работая. Да, просто имею в виду, что я не вижу в этом какого-то особенного смысла, кроме одного. Если Бог даст мне возможность уже быть в таком возрасте, чтобы я не работал, но имел время для того, чтобы служить другим, я с радостью это использую. Просто бесцельно сидеть дома, смотреть в окно или просто гулять по тротуару. Я хотел бы до последнего, вот как моя мама, она до последней субботы, она была еще на служении. В субботу пришла после служения в обед, пока отец вышел на улицу, она умерла. То есть умереть в жизни, трудясь, общаясь, созидая, помогая, служа, вот в этом для меня смысл. Я знаете, что вам скажу? Ну очень, спасибо, очень хорошие мысли, хорошая идея, но есть один нюанс. Мы с вами недавно, ну если взять большинство из нас, не считая Илью, который уже сказал, что он тут родился, мы с вами приехали сюда недавно. А это означает, что мы тут начали жизнь с нуля. Мы не успели ничего собрать, ничего скопить. Поэтому, ну ведь даже с этой стороны, пенсия здесь, особенно в сегодняшних штатах Америки, при его ценах на жилье, на все, на все, на все, это такой непростой момент. Потому что если ты перестаешь работать, а остаются вот все эти билы, которые нужно платить, то лучше работать. И многие американцы, ну не уходят на пенсию, потому что нет никаких сбережений, а как-то выживать надо. Но представьтесь по другую картину. Когда вы уже тут достаточно давно, у вас есть пенсионный фонд, там уже накопилась, ну, энная сумма, и вы можете теперь потратить ваше время, ваши годы на путешествия, на какие-то там круизы, на, ну вот на что угодно. Да? Не заботясь о том, что вам не за что заплатить там за дом или за какие-то там необходимые расходы. Вот, как бы вы при таких обстоятельствах хотели прожить ваши пенсионные годы? Да, конечно, здесь очень интересно. Конечно, здесь очень много старших людей путешествует по всему миру, скажем так. Ну, не только американцев, а европейцев. Но если у меня была бы такая возможность, я люблю путешествовать, это всем известный факт, и я бы путешествовал, но я бы хотел быть волонтером во многих организациях. Потому что сейчас, к сожалению, нет времени, потому что вечно занят, потому что надо работать, надо бил оплачивать, как бы бизнес держишь и так далее, и тому подобное. Но если придется, такая возможность будет, если Бог даст мне, хотелось быть волонтером. Потому что сегодня много можно и здесь помогать, и выезжать за границу, и где-то там делать что-то. Даже я надеюсь, что мир на Украине настанет, и мы когда-то поедем добровольцами туда, чтобы восстанавливать Украину. С радостью будем это делать. Илья, твоя идея. Да, маленькая корректировка. Я не родился здесь, но был мальчиком. Маленьким, да. А, окей, хорошо. Так что я согласен с Анатолием, и сейчас исследования читаю, многие, что люди, особенно в Японии, они не выходят на пенсию. Такой концепции нет. Как бы я планирую, смотря вперед, и мне моя профессия позволит работать дальше. Я не хочу уходить на пенсию. Я с ума сойду. Я трудоголик, страшно. И я бы хотел, конечно, мою деятельность перевести более, как Василий сказал, в нон-профиты, или в организации какие-то, более как евангелизм, ездить проповедовать. Вот с той стороны бы перенес. Но переставать работать, просто даже если можно, это просто плохо. Человек, когда не нужен, он не нужен. Тело выключается. Я думаю, просто возможно, что мы все-таки мыслим еще теми советскими штампами. Я имею в виду, когда мы говорим о пенсии, то мы понимаем, что ты уже ничего не делаешь. Ты просто сидишь дома, смотришь телевизор, выйдешь, поиграешь в шахматы или домино в дворике. Вот вся пенсия. Вот так было ограничено наше мышление. Конечно, когда сегодня активная пенсия, когда можно путешествовать по миру, когда можно работать в волонтерских организациях. Вот такой я жизни хочу. Да, именно такой. В смысле, в действии, в желании. Меня ничуть не привлекает, чтобы сидеть, сложить руки и сидеть. Это, ну, я не знаю, я умру, наверное, как только перестану двигаться, общаться на следующий день. Хорошо. А теперь я вам скажу, почему я так долго мучил вас этим вопросом. Я хочу, чтобы мы прочитали отрывок из Евангелия от Луки, 12 глава, с 16 по 21 стихи. Там есть история об одном пенсионере, который решил спланировать свое время на пенсии. И сказал им притч, у одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собой, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы мои, построю большие, соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу, душа моя, добра лежит у тебя много, на многие годы. Покойся, ешь, пей и веселись. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьму. У тебя кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с теми, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Ну, слушайте, в чем же ошибка была этого человека? Ведь по большому счету, сегодня каждый из нас думает наперед. Да, даже не только на себя, а и на своих детей. А может кто-то и иметь возможность о внуках подумать. Даже в притчах есть написано, что не дети собирают родителям наследство, а наоборот, родители для детей собирают наследство. То есть, по идее, нормальное положение вещей. Человек подумал, вот, слава богу, хороший урожай. Десятину, наверное, отдал, как мы уже говорили в нашей программе. На пожертвования тоже что-то отложил. А это, вот, нам годы вперед можно жить и ни о чем не заботиться. В чем проблема? Проблема, опять же, лежит в том, что человек только думал по себе. Ведь смотри, 19 стих четко ясно говорит, что много добра лежит, пей, веселись, ешь, делай что хочешь. Но он забыл, а где же бедные, а где же тем, кому нужно помочь, а где же, скажем так, духовная работа или в церкви какая-то. Понимаешь, не проблема подумать о пенсии. Проблема о том, что ты только подумаешь о себе, сконцентрируешь только на себе. Бог хочет, чтобы мы понимали, что все, что мы зарабатываем, это Бог дает. И даже из этого мы должны уделять Богу. То есть, смотря на будущее, мы должны понимать, что даже если я буду получать пенсию, я должен жертвовать, я должен помогать. И, кстати, очень многие здесь, в Соединенных Штатах, это делают. Именно если у них есть пенсии хорошие, мы знаем, эти люди содержат и студентов в колледжах, и жертвуют много за границу, и помогают Евангелию везде проповедовать. То есть, любые бедствия, которые происходят, первые они жертвуют. Это известно. То есть, проблема не в том, что он кладовые новые построил. Нет. А вот в этой фразе, ешь, пей и веселись, душа моя, потому что имеешь на многие годы. Это все равно как животное. Он только заботится о том, чтобы наесться, напиться, вот и все. Здесь нет ничего человеческого. Ты заботишься только о себе. Создал только для себя все удобства, а окружающие. Ты в мире, ты социальное существо. Ты должен в общении с другими решать проблемы или вопросы. Вот здесь как раз Господь показывает, что человек создан не для себя сам. А человек создан для окружающих. Бог создал нас так. Да, интересно. Экклесиаз 5.10. Здесь одно из мест. Умножается имущество, умножается и потребляющие его. И какое благо для владеющего им. Разве только смотреть своими глазами. Вот интересная концепция экономическая, кстати. Что чем больше человек зарабатывает, тем больше он тратит. И получается, даже когда человек зарабатывает, и у него начинается утонченный вкус. Вот мне же это нужно. И получается, я не привык ходить в этих тапочках, мне надо другие. Обивка моего внутреннего машины должна быть с крокодильей кожи. Простой и не идет. Получается, не то, что здесь плохо, что он сделал. Насобирать можно, это хорошо. Если мы позволим своим трудом насобрать много денег с Божьей помощью, правдой, но нужно его отдать. Но когда мы утончаем еще свой вкус, где наши такие утонченные. Здесь много высказываний на английском языке, именно в этом контексте. Я не смогу их перевести, потеряется смысл. Но это тоже нужно учтить, что бывает мне нужно, но на самом деле не нужно. Потому что вкус утонченный. Посмотрите, здесь ключевой момент, что у него появилось очень много урожая. А кто ведь тот урожай произвел? Кто дает жизнь урожаю? Бог. А посмотрите, в его риторике он вообще не вспоминает Бога. Вот это самое главное. У него отсутствовала вот эта фраза, ищите прежде Царствие Божие. Все остальное приложится. Это было за его пределами. Поэтому Господь и говорит, слушай, завтра твоя жизнь закончится. И что с тем добром? Ты подумай об этом. Тут есть еще один важный момент, на который хочу обратить внимание. А что означает фраза «богатеть у Господа»? У Бога богатеть, да? Да, вот какие примеры? Вот лично мне, знаете, что приходит в голову? Другая притча, которую рассказывает Иисус Христос. О козлах и овцах. Помните? Когда он говорит, что я был в тюрьме, вы меня не посетили, я был голоден, вы меня не накормили. Они говорят, Господи, а когда мы видели тебя голодным и не накормили, или нагим, или не одели? Он говорит, что все, что не сделали, то не сделали и мне. Получается, вот каким образом мы богатеем у Бога. Заботясь и помогая тем людям, которые нас окружают. То есть получается, что богатство или благословение, которое Бог нам посылает в этой жизни, оно дано нам не только для того, чтобы мы решали свои бытовые вопросы, а чтобы у нас была возможность отложить что-то в небесный банк. Если человек об этом не думает, не заботясь о людях, которые его окружают, то, к сожалению, он останется, как и этот человек из этой притчи. Мы должны понимать, что Господь наполняет нашу чашу, и оно переливается. Вот этот богатый человек, он подумал, чтобы это не пропало, чтобы он хотел это собрать. Но наоборот, надо раздавать, надо помогать, надо делать все возможное, чтобы другим людям стало легче жить вокруг тебя. И тогда ты почувствуешь эти благословения. Потому что если ты сконцентрируешься только на себе, ты будешь иметь все, но это просто скучная жизнь. Ты понимаешь, что эта жизнь рано или поздно приходит в тупик. И мы видим много историй, где богатые люди, они просто приходят в тупик в жизни, хотя и не имеют все. Бедный человек даже не понимает, а он в тупике. Потому что он без бога, он не раздает, он не жертва, он не помогает окружающим. Это помните притчу о талантах, когда Бог дал один, два или десять. Вот если бог тебе дал такие благословения, так умножь их, распредели их в округе, умножай это богатство, пусть оно растет. Это не проблема, когда деньги умножаются или имущество умножается, но только задействуй его, делай так, чтобы оно было принесло пользу другим и вокруг тебя. Проблема его только в том, что он сказал, сломай свои жительницы, потому что уже не умещается. Построю еще больше и вот так вот, и все не умещается. Вот все себе, все себе, побольше себе. Вот в этом проблема. Я бы хотел опять подчеркнуть, что это не грех иметь богатство. У нас много об этом интерпретаций, никто не оспаривает. Но и в нашей культуре мы привыкаем к намеренно бедной жизни. Я лично с личного опыта в очень консервативных, в аптечистских кругах это было очень принято. Богатые это грешники, богатые всегда грешники, нельзя богатеть. И люди намеренно живут бедной жизнью, не пользуясь ресурсами, которые дал. Человек может, есть способности, а он их не берет, потому что деньги зарабатывать нужно. Ну, оно принесет деньги. Как бы другой ракурс, это не анти богатство, а анти того, чтобы набирать. И более шутливая история, я где-то вычитал, не помню где, что есть терапевты особые, которые, их специализация, это помогать богатым, которые не могут воспринять свое богатство, потому что его столько много. Получается, у них его столько много, что они не могут воспринять, как это им нужна помощь терапевтов, чтобы им помочь, как жить с таким богатством. Кто-то из вас знает историю жизни вашего прадедушки? Честно, я только лично обо мне, я помню картину, или фотографию, вернее, у моего дедушки в доме, на стене, вот висела фотография моего прадедушки. Но я его никогда не видел, и вообще к своему стыду ничего о нем не знаю. После того, как эта мысль или вопрос родился в моей голове, я подумал, надо спросить папу, что он знает о своем дедушке. Кто из вас знает историю ваших прадедушек? Я знаю, я видел, я в сознательном возрасте, я уже был подростком, он умер. Мы были, по-моему, 98, мы вызвали Акаки Таватович Нарсавидзе. Да, он был служителем в Грузии, он прожил, по-моему, два концлагеря, пережил две войны, и был знаменит тем, что он тайно скрывал верующих. Он был не консервативным, не из подпольных христиан, он в то время был официальным, мы все уважали, но в своих винных владениях в Грузии он прятал, как бы, я много про него знаю. Интересно. Я знаю про бабушку. Моя прабабушка была верующей, адвентистской, поэтому я в четвертом поколении. Я знаю, из-за того, за ее убеждений, ее не разрешили похоронить на кладбище, а ее похоронили во рву за селом. Да, потому что она была... Неправославной. Сектант неправославной. Батюшка православный не разрешил похоронить на кладбище здесь, потому что она была верующей. И она, когда умирала, она умирала молодой, и она просила мужа своего о своих дочерях, о детях просила, чтобы он передал вот эту веру своим детям. И моя бабушка, отец ей об этом сказал. И моя бабушка вот сохранила веру в своей матери, хотя прошла сама тоже через большие-большие трудности, и пожары, и устроенные, потому что она была верующая. И муж ее оставил с детьми, потому что она была верующая, но она сохранила веру в своей матери, в моей прабабушке. Я, когда был маленький, я встречал своего прадедушку, ну, скажем так, он был простой крестьянин, очень добрый человек, я знаю. А так больше деталей, к сожалению. Да, жизнь мы не знаем. Знаете, почему задаю этот вопрос? Хочу, чтобы мы прочитали один стих из книги Псалмов, это 48-й Псалом, 18-й стих. Ибо, умирая, не возьмет ничего, не пойдет за ним слава его. Мы, когда строим нашу с вами жизнь сегодня, мы строим ее, исходя из того, что кто-то это должен увидеть. Ну, нет смысла строить там трехэтажный дом, украшать его, оформлять его, если ты никого в этот дом никогда не приведешь и не покажешь, вот что я сделал, вот это плод рук моих, да? И так все. Мы строим какие-то компании, ну, то есть, достигаем каких-то целей высоких. Если это кто-то не увидит и не оценит, то, поверьте, мы будем жить в лачугах, и нам будет все равно. Ну, главное, чтобы было то, что мне необходимо. А все остальное, ну, для кого это делать, если это кто-то не видит? И вот этот стих открывает для меня очень важную деталь. Если правильно понимать смысл или ход жизни, то это может поменять ценности. вот построение или построение этих ценностей в своей жизни. Собой мы не заберем ничего. Слава эта забывает и про дедушек мы забываем, и про бабушек тоже. Может быть, что-то, что-то только отдельное помним. О жизни мы ее не знаем. В славе она была, в славе, ну, мало совершенно мы знаем. Да, и это только, мне кажется, самое главное вот в этом, на этом отрезке жизни вот мои отношения с Богом. Мои отношения для вечности. Потому что все это временно, оно как пыль растает. Ну, хорошо, ну, два поколения, ну, три поколения будут еще что-то помнить. Что тут, что был такой-то, да? Все. Ну, я, конечно, с другого ракурса, конечно, думаю, я молод, чтобы думать о таких вопросах. Но я думаю, с другой стороны, что я оставлю, а не что я с собой возьму. Мне кажется, вот это более конструктивный подход к этому, что нужно жить так, что оставая после себя положительный след, как бы, какие мои плоды. Вспомнят меня первое, второе, третье, четвертое, пятое, пятое поколение, как бы, это не мой вопрос. Главное, чтобы мои дела были достойные в свете того, к чему нас призвал, чтобы я оказался достойным слугом и чтобы это можно было показать. Если придя к концу жизни я могу это показать, я буду доволен, как бы, но опять, что я говорю. Да, я понимаю, что очень важно для меня лично, чтобы мое будущее поколение, оно было верно Богу. Это для меня самое главное. То есть ты бы сказал, что это самое ценное, что нужно оставить по света? Да, самое ценное для меня. Допустим, как я помню своего прадедушку или своего дедушку, я помню их как очень супер добрых людей. Вот я так запомнил их. И действительно, они по жизни были и так очень люди любили везде. И хотелось бы, чтобы я так оставил, но я бы хотел, чтобы дети мои и мои внуки помнили меня как очень хорошего адвентиста и чтобы они хотели продолжать вот эту ветку верности Богу. Вот об этом всегда молилась моя мать и мой отец. Она говорила, мне нет больше ничего, особенно уже пожилые годы, для меня нет ничего важнее. Главное, чтобы вы остались с Господом. Все. Больше ничего. Вот об этом она молилась постоянно, она переживала об этом, она заботилась об этом. Самая главная ценность в этой жизни. Но такие мысли приходят только тогда, когда мы сами общаемся с Богом и когда мы читаем вот подобные тексты, что на самом деле слава, величие, деньги, имя, власть, это все пройдет и исчезнет. И как вы сказали, ну то, что записано в книге жизни, вот это останется навсегда. Навсегда. И важно, чтобы, как Вася сказал, вы подчеркиваете эти моменты, чтобы наши дети могли следовать тем же путем, то есть развивать в них эти же качества любви, доброты, которые вы перечисляли, верности, честности, любви к Богу и к тем принципам, которые записаны в Библии. Это самая большая ценность. И еще одно, что вот то, что мы сделали для других, вот то их будет согревать. Я имею в виду, что то останется в них в памяти, то на многие годы останется в них. Я знаю случаи, когда ко мне подходили и говорили, твой дедушка приобрел меня. Понимаете? Это прошло уже многие десятилетия. Уже старичок подходит ко мне и говорит, твой дедушка меня приобрел. 15 лет он ходил ко мне. 15 лет. Можете себе представить? Но он это не забыл. Оно осталось у него. Понимаете? Вот это то, что мы сделали для других. Слава Богу, что есть такие воспоминания о людях. Но есть еще одна деталь, на которую хочу обратить ваше внимание, так как все же наши все уроки крутятся вокруг денег, имущества, благосостояния, то есть физически каких-то ценностей. Вот на что хочу обратить ваше внимание. Особенно здесь, в этой культуре, очень часто принято, что люди, уже находясь в пенсионном возрасте, они пишут завещание, в котором передают на церковь или на какие-то благотворительные организации почти все свои имущества. Часто они отдают часть детям, чтобы, скажем так, те тоже имели обеспеченное будущее, но достаточно большую часть они отдают и в благотворительные организации или в церкви для каких-то проектов, для какого-то служения. Мне кажется, что для нашей культуры это как-то вообще не принято. Как вы к этому относитесь? Что вы думаете по этому поводу? Надо, во-первых, рассуждать на тот момент, в котором ты окажешься, потому что а вдруг твои дети достаточно обеспечены? И то, что ты им оставишь, может быть, это не сыграет никакой роли. А для церкви или организации, которые ты хочешь пожертвовать, это большой вклад. Мы знаем, что очень многие организации, они довольно-таки хорошо финансируются таким путем. Поэтому надо смотреть по ситуации, в которой окажешься. Тоже богатые, очень богатые люди. Я знаю Билл Гейтс. Он сказал, я своим детям не передам богатство. я дал им образование. Я дал им образование. если он умеет его применить, то оно просто будет растрачено. Можно с пользой еще при жизни своей направить эти финансы в какое-то русло, которое принесет пользу большую для людей. Да, мне кажется, у нас в стране, в Штатах сильно развито пожертвование таким организациям, как Василий указал. И мотивируется этим налоговыми какими-то плюсами. Человек может это списать и, следовательно, меньше платить налогов. И вот это выросло, это движение в 50-х годах здесь начало развиваться очень агрессивно. и оттуда это пошло вот у нас в культуре, что нужно жертвовать организациям. Но здесь есть и не совсем приятные стороны этого. Люди, особенно в последнее время, любят животных больше, чем людей. И мы видим, и как бы я лично знаю, я лично знаю, как это делается. Хоть и животное не может владеть денег, у него нет. Животное считается частной собственностью, оно юридически не может иметь владение. Ставится доверенное лицо, и на это лицо перечисляется ценное количество денег, чтобы эта собачка лайка, чтобы она дожила свои дни в комфорте, чтобы ее постоянно купали, одевали и все. Но ни в коем случае не детям. Я лично видел такие кейсы, к сожалению. Есть крайности в эти стороны. А с другой стороны, жертвовать в такие большие организации, как большие фигуры, как Билла Милана Гейтс и другие фонды, там тоже свои ракурсы есть. Через эти организации тоже можно зарабатывать. Другими словами, у нас выстроена такая структура, она относительно сложная, где может человек жертвовать. Но я знаю одно, что я рад и горжусь нашей церковью, что мы выстроили тоже такую инфраструктуру, что люди, которые здесь по ним и живут, и есть у них какое-то имущество, они могут оставить часть церкви для того, чтобы дать возможность развиваться другим организациям, и отделам. И даже бывает в их честь скамеечку, называют библиотеки. Это тоже приятно. Это в принципе тоже остается. Человек уходит, а это остается. Мы знаем примеры, когда в Украине были построены церкви, были построены общежития, например, учебные центры. И здесь я знаю, в Америке тоже, когда построили целый комплекс, потому что пожертвовал кто-то свои личные деньги, оставил завещание. Это будет приносить пользу многие-многие-многие годы. Слушайте, хочу усложнить вам вопрос. Давайте нарисуем такую картину. С ней очень часто можно столкнуться. К примеру, папа с мамой или кто-то один, они стали верующими людьми, они поняли истину, приняли ее, искренне жили, они старались всю жизнь как-то своих детей тоже туда вовлечь, но дети так никогда и не захотели. Ведут светский образ жизни, то есть вообще не думая о Боге и обо всем остальном. Но у родителей есть какое-то состояние, которое они скопили за свою жизнь. Теперь, отдав это состояние после смерти детям, они же понимают, как дети это растратят. Но это же дети с другой стороны. Вот как поступить в таком случае? Что будет правильнее? отдать это в церковь или на какое-то благое дело, или отдать неверующим детям? Вот смотрите, я приведу пример. Это очень близко, но там не верующих родителей. Но отец, понимая, что ему осталось немного жить, он дал немного детям на такую же самую долю он передал в церковь, чтобы построили там крыльцо. Это реальный случай. Я имею в виду, что даже в том случае, хотя он хотел помочь детям, но он не забыл о церкви, не забыл о людях. Он говорит, они так никогда это не сделали. То есть вы бы посоветовали, что все равно дать часть денег, даже если это дети неверующие используют не наилучшим образом, вы бы посоветовали все равно дать часть детям, а часть на служение. все зависит от того, какие взаимоотношения. Есть дети, которые вообще не хотят иметь дело с родителями и им оставляют завещание. А есть дети, которые поддерживают отношения до последнего. Но просто не хотят идти с... Ну уходя какую оставишь... Что оставишь в их сердце. В этой стране есть очень разные механизмы. Это не означает, что они завещание получили и с теми деньгами делают, что хотят. Потому что здесь создаются специальные трасты, через которые тот, кто оставляет там деньги, он может сделать, что хочет. И допустим, он может спокойно, что, допустим, экзамен по Библии, например, каждый месяц, тогда получает чек. Или еще что-то. Но есть разные варианты, разные истории. Поэтому как бы сказать, фантазия здесь широка, но что самое главное, что человек должен подходить к этому вопросу с молитвой, просить Духа Святого, чтобы указать. Потому что с одной стороны он может отбросить детей, с другой может приобрести. И мы не знаем, как это повлияет. Может быть, не дав они придут, а может быть, дав они придут. То только Бог знает будущее и как оно повлияет. Поэтому надо отдаться в руки Божьи. И Бог, я уверен, что если ты близко с Богом живешь, Господь указывает, как правильно сделать. Ну я бы сказал, что все равно мы должны осознавать, но исходя из этих мыслей, мы должны осознавать, что то, что мы смогли приобрести, как мы уже не раз говорили здесь, это Божий дар. И надо со грех это не грех, это совершенно другой вопрос. Другими словами, является ли, будет ли это грехом оставить это неверующим детям, а не отдать в церковное русло, будет ли это грехом нарушением заповедей или призвания к тому, чтобы правильно или мудро распоряжаться имуществом. Вот этот вопрос. Скажем, что это не грех, скажем, что мы решили этот вопрос, как бы я бы подошел к этому вопросу, то я бы проанализировал, если детям это вообще-то фундаментально нужно. Если у детей нет базового пропитания, мне кажется, это долг родителя, даже если они неверующие, чтобы дать на русло. Да, как Василий упомянул, есть такие инструменты, где ограничивать смысл и цель, для чего это использованы. Они раньше использовались, реже используются, чтобы обычно это выглядеть так, чтобы он женился или чтобы он учился, выучился, тогда дед дает определенную сумму денег, мотивируя внука. Как бы такое есть. Но сейчас меньшие там тоже свои сложности есть. Так что отвечая на этот вопрос, мне кажется, что нужно продумать. Если есть нужда, восполнить эту нужду, даже если это все идет туда. Если нужды нету, зачем-то, особенно если родители, тем более это подтвердит и покажет детям их посвященность. Читаем дальше Библию, и в этот раз это книга притчи, 27 глава с 23 по 27 стихи. Мне кажется, что тут есть кое-какие советы по поводу планирования будущего. Хорошо наблюдай за скотом твоим, имей попечение о стадах, потому что богатство не навек, да и власть разве из рода в род. Прозябает трава, является зелень и собирают горные травы, овцы на одежду тебе и козлы на покупку поля. И довольно козьего молока в пищу тебе, в пищу домашним твоим и на продовольствие служанкам твоим. Итак, вроде замысловатое высказывание, да? На самом деле Саламудзе здесь говорит о будущем. Вот первые стихи о чем говорят? Хорошо наблюдай. Хорошо наблюдай и имей попечение. Имей попечение. То есть подумай, а что с этим будет дальше? Подумай, а что с этим будет дальше? Сегодня очень многие люди, знаете, живут таким принципом. получить от жизни все, а после меня хоть потоп. То есть все равно, главное, чтобы мне было хорошо. Но вот этот текст говорит, что нет. веселись, завтра умрешь. Думай про сегодняшний день. По-английски это звучит YOLO. You only live once. Ты живешь только однажды, потому живи как хочешь. Мне интересно, если финансист читал, занимается инвестициями, вам нужно вложить в фонд. На самом деле, он говорит о том, что приносит доход. Наблюдая за скотом, скот приносит доход. Получается, не то, что нужно аккуратно к этому относиться. И да, если надо вложить, есть возможность, нужно к этому относиться мудро, потому что кто знает, что будет дальше. Это очень часто пользуется в ракурсе планирования пенсионного фонда. Я с личного опыта принял совет, когда у меня было 20, начал маленькую сумму каждый месяц влаживать в пенсионный фонд. И когда пришел кризис в жизни, мне абсолютно нужны были деньги, я мог вытащить оттуда, взять и воспользовался ими. Если бы я их не воспользовался, то оно накапливает. И минимальное вложение сейчас, буквально оно не имеет значения на стандарт жизни, но потом что-то будет. Это я вижу как наблюдение за скотом твоим. То есть это в какой-то момент это планирование пенсионного фонда. Кстати, это приходит сейчас и в страны, откуда мы с вами приехали. Об этой системе говорят. И это очень странно для нас, понимаете? Потому что у нас всегда мысль такая, а если я не доживу, а я откладывал, откладывал, и что теперь? Этим так и не использовался. Да, лучше я буду сейчас все тратить, а уже на пенсии как-то оно там будет. Но видим из этого текста, что нет, надо думать наперед, надо планировать. У меня есть еще один вопрос. Тоже для славянского человека такой новый, скажем так, до конца непонятный. Это вопрос завещания. Или еще больше скажу, страховки на жизнь и завещание. особенно для верующих людей такое понятие как страховка. У нас до недавнего времени было что-то из рода неверия. Табу даже. Как это страховать молитвенный дом? Ведь Бог о нем заботится, а мы будем тратить деньги на страховку. Конечно, что касается пенсионных фондов, то их надо начинать накапливать не за несколько лет, как ты выходишь на пенсию. И это четко ясно в Библии говорится с молоду. И это намного легче. К сожалению, мы не все приехали сюда молодыми, скажем так. Но я советую допустим очень молодым людям, которые только начинают свой бизнес, свою карьеру, что вы подумайте об этом вопросе, потому что нам так кажется, что пенсия так далеко. Нет, она очень близко и очень быстро это приходит время. Ну, а не будет это считаться каким-то там я не знаю грехом, что ты эти деньги мог использовать лучшим каким-то образом, пожертвовав на что-то, а ты переживаешь, что о тебе кто-то не позаботится. Или давайте так скажу, что Бог о тебе не позаботится в будущем. Нет, ну, мы должны понимать, что это все в процентном отношении. Конечно, я же не брошу возвращать десятину пожертвования, а все это буду в пенсионный фонд. Ну, конечно, это подход неправильный. Есть бюджетирование своей жизни, ты все выделяешь и определенный процент, который ты можешь себе позволить, ты уделяешь. Потому что вместо того, чтобы купить, скажем так, суперновый телефон каждый год, ты его покупаешь через три года. И ты уже экономишь, и, допустим, эти деньги ты вкладываешь, которые тебе потом в старости принесут намного больше пользы, чем телефон, который ты будешь держать в руках. Другими словами, мы должны планировать, мы должны предвидеть, мы должны разумно рассматривать свою жизнь сегодня, смотря в завтрашний день. Это не говорит о том, что мы должны поставить это в голову узла и только об этом переживать, чтобы не заботиться, как тот богатый, только накопительство. А говорит о том, что мы разумно должны распределять сегодня, разумно распределять завтра, думать о своих детях, думать о том, как они будут развиваться, в смысле планировать заранее. Бог дал нам для этого мудрость. У нас в Адвентистов есть еще одна штука. Христос же скоро придет. Ну, слушай, этот вопрос естественно и понятен, и мы будем просто не то, что рады, а наши сердца наполнятся радостью, когда Христос придет. Но мы знаем уже, сколько поколений адвентистов Господь не пришел, скажем так, и мы должны понимать, что я бы хотел, чтобы Господь пришел, пока я бы вышел на пенсию. Но если Господь не придет, я хочу быть готовым на пенсии, чтобы я мог что-то продолжать делать. То есть вы не считаете, что ваш венченый фонд это как бы неверие в то, что Христос скоро придет? Нет. Я просто думаю, что это оправдание для ленивых. Вот я не буду делать, потому что Христос скоро придет. Так хорошо, если Христос скоро придет, так ты сделай, но ты сделай свое дело на лучшем образом, так, чтобы этот дом стоял и сегодня, и завтра, и послезавтра, чтобы хватило. Сделай со своей стороны все. Если Христос придет, слава Богу. Хотелось бы затронуть пункт ранее. Есть очень много разных финансовых продуктов. Есть страховка на жизнь, есть страховка на образование, есть страховка на дееспособность, есть страховки на дом, на предприятие, на потерю работы. Разные страховки, разные механизмы финансовые. И очень часто наша совесть нас судит не потому, что это плохо, а потому, что мы недостаточно знаем, как все работает. Особенно, смотря на наш славянский народ, к сожалению, мы не все знаем и мы как бы оперируем предзятостями и не всегда все понимаем. Например, один очень классический пример, где молодая семья, славянская семья, где он работает на стройке, как бы жена его сидит дома с детьми, как сидит дома, она воспитывает детей дома. Это хорошо, в принципе. Дети маленькие, а он попал в аварию, и он инвалид. И получается, а как ей жить? Она не развивала, она не влаживала в образование, она не может пойти на работу, зарабатывать, как ее муж, и что сейчас делать? Получается, есть страховка, которая покрывает недееспособность. Он инвалид, но он заплатил за нее, но сейчас ему платят. Мне кажется, вот в анализе, что можно, что нельзя, нам нужно, во-первых, знать, что есть, а потом подводить из Духа Святого. Я уверен, что приняты будут правильные решения. Я один раз читал форум один, и один пишет, это интересно, так как врезал в сознание, говорит, ты учился 20 лет, а как ты застрахуешь эти 20 лет, если ты попадешь в аварию и работать не сможешь. Куда эти 20 лет? И в ракурсе мудрости, не мудро ли это защитить то, что ты здесь работаешь, то, что в случае, плохие случаи происходят со всеми. Праведник не изолирован от беды. Как бы, я считаю, что нужно знать, что есть, и просить Бога о мудрости, вот воспользоваться всем этим. Ну, и мне кажется, что страховка на несчастный случай или страховка на смерть, это же забота даже не о себе, это забота о твоей семье, о твоих детях, жене, вот как тот пример, о котором ты только что рассказал. Поэтому я думаю, что да, дай Бог, чтобы каждый из нас сам для себя мог понять, ну, например, с какими рисками связана мой род деятельности, моя профессия, да, потом, а какая вообще ситуация с несчастными случаями в округе, в том городе, в той стране, в которой я живу, как тут люди ездят по дорогам, как соблюдают правила дорожного движения, и это все влияет на то, только подумайте, сколько здесь времени мы проводим за рулем, правда? Наверное, где-то в другой стране этот вопрос будет стоял, потому что там, ну, люди ходят пешком или ездят на велосипедах в основном, то есть мы понимаем, надо учитывать все обстоятельства и только исходя из этого с молитвой принимать какие-то решения, как поступать в этих вопросах. Да, да, а вот говоря, что якобы Христос придет, вот буквально недавно в Духе Пророчества читал, как бы в других писаниях, как бы это действительно это ленивые люди, и я просто не понимаю аргумента, Христос пришел, это что значит, что мы теряем, мы же приходим в лучший мир, а не как бы, что мы хотели жить дальше, что ли, или мы хотели в контексте или постижания пожить богаче, а мы отлаживали деньги, я не понимаю, что это за аргумент, как бы я не знаю, он вообще не для зрелого христианина бы считал, так что как бы я большой фанат для того, чтобы мы планировали наперед, чтобы на всякий случай было, и в конце, если останется, отдать это все. Опять обращаю ваше внимание на книгу притчей, теперь это 30 глава, 8 стих. Суету и ложь удали от меня, нищету и богатство не давай мне, питай меня насущным хлебом. Вот интересно, кто бы писал эти слова, их написал Соломон, который имел всего настолько в избытке, что счета уже не было тем всем золотым запасом и меди, и другим всяким вещам. Но почему он молится такой молитвой? Человек увидел одно и другое, перспективы дает все. Мы же понимаем, познаем в сравнении все, как бы он увидел и как бы он дальше пишет, потому что когда человек богатый, он забывает Бога, когда человек бедный, начинает желать, нарушать заповедь, красть даже. Я не знаю, у меня перспективы нету, как бы такой, чтобы сказать так. Ну, я думаю, что он дал с высоты своего опыта, он мог говорить это, потому что он понимал, он понимал, что такое нищета и что такое богатство, а он это видел. и поэтому он мог и так сказать Господу, Господи, давай мне необходимое. Вот дай вот этот, как бы те слова на сегодняшний день. Не переживайте о завтрашнем, не в том плане, чтобы ты только, ну, столько заботился об этом, чтобы перестал жить сегодня. Понимаете? Поэтому дай нам, Господи, хлеб насущный на сегодняшний день. Да, вот то, что необходимо. Не давай мне лишнего богатства, но не допусти бедности, чтобы я мудро мог и использую в свое время. Насущный хлеб ел. Вообще здесь интересно, он говорит, чтобы не был я нищим и не был я богатым. То есть средний класс. И действительно, средний класс это самый стабильный класс, скажем, в нашем обществе. И он, в основном, этот класс, который считается, ну, самым счастливым. Они довольны жизнью всегда. И это проблема многих людей. Очень часто люди думают, что деньги решат все мои проблемы. Но деньги не решают проблемы. Они иногда накапливаются еще больше с приходом огромных денег. Понимаете? Поэтому здесь мудрость в этом очень-очень важна. Потому что нищен, да, ты можешь упасть, что-то украсть, что-то сделать неплохое. А богатый, ты можешь забыть Бога или, скажем так, удаться в суету, как сберечь свое богатство, что-то забыть тоже, опять же. Да, очень важно связать вот с предыдущими словами суету и ложь. Да. Удали от меня нищеты и богатства, да. Вот это вместе оно лежит. Поэтому, потому что ты можешь суетиться, даже имея небольшое богатство. Или даже в нищете можешь суетиться, да. Или суетиться, только богатство переживать. И ложь удали, да. Вот потому что там, где богатство, там ложь. Понимаете, это нужно в комплексе смотреть на это. Господи, дай мне мудрости прожить так, чтобы я не имел лишнего, не суетился и не лгал, да, но чтобы я питался насущным хлебом и жил в достатке, и мог использовать те силы, которые ты даешь мне. Мне кажется, что иногда у людей с небольшим доходом может появиться такое мысль, искушение такое не молиться этой молитвой. Потому что нас хочется чуть больше, правда, чем есть на самом деле. Но, наверное, надо этой молитвой молиться всегда. Потому что мы должны очень хорошо осознавать, главная цель Бога это не сделать нас в полной мере счастливыми на этой земле. Главная цель Бога это привести нас к вечности. И если кому-то надо быть, чтобы он не потерял вечность, надо будет не до дачи или чтобы он жил, как говорят, от зарплаты к зарплате, потому что чуть больше он уже начинает нос поднимать и это уже ведет его к гордыне или еще к чему-то, то, поверьте Бог, это будет делать. Потому что он нас любит. Это как я, отец или любой другой. Вот несколько детей бывает в семье. Ты каждому хочешь дать карманные какие-то деньги, чтобы они учились ими распоряжаться, кто-то, ну, то есть правильно строить как-то вообще отношение к деньгам. Но кто-то в твоей семье будет уметь хранить, копить, не тратить зря, то есть с умом подходить к этому, а кто-то будет только конфеты покупать. И что ты будешь делать? Скорее всего, ты начнешь где-то ограничивать. Это так, опять-таки возвращаемся к той притче. У кого-то будет пять талантов, и ты заходишь ему дать еще пять, а кому-то скажешь, слушай, ну, это ж неправильно, ты ж убиваешь себя, ты гробишь свою жизнь. Так что надо молиться этой молитвой и доверять, что Бог сделает все, как будет наилучшим образом для нашей с вами жизни. Итак, наступил момент подвести итог всем нашим с вами тут размышлениям. Такой достаточно богатый на информацию, на личный опыт получился этот урок, эти наши размышления. Давайте сделаем небольшой итог. Какие преимущества имеет человек, который поддерживает дело Божье сейчас и распоряжается своим состоянием при жизни относительно будущего? Ну, это мудрый распорядитель. Это как бы это и есть мудрый распорядитель. Но в чем преимущество? Управитель, да? В чем преимущество этого всего? Но он не забывает цели, зачем все это происходит. Главный смысл перспектива. Получается перспектива для чего все это делается? Отдавая сейчас, а думая в будущем, он знает, что и жить тоже нужно. Получается, это двойное, это как мы призваны и ждать пришествия, но одновременно и жить. Первый момент. Второй момент, на который я бы обратил тоже внимание, это пример для подрастающего поколения, для наших же детей. Правильно строить жизнь сейчас и правильно думать о том, как я буду жить дальше. Потому что они у кого будут учиться? Они будут учиться у нас тоже. Если мы правильно распоряжаемся этим, уделяем другим, мы будем иметь радость уже сегодня. Потому что, я не знаю, я думаю, что каждый из вас это испытал, что когда ты даешь другому, то ты испытываешь больше радости, чем тогда, когда тебе дают. Ты получаешь. я не знаю. Так и есть. Это принцип. Я очень неловко себя чувствую, когда мне на день рождения или когда-нибудь дарят подарок, я неловко себя чувствую. Но я с радостью кому-то дарю. В смысле, мне приятно дарить. Я думаю, что каждый из вас это переживает. Потому что, когда мы отдаем, мы радуемся, потому что мы делимся чем-то добрым для другого. И я скажу больше. Поступая таким образом и зарабатывая, как есть такое высказывание, доброе имя, мы этим самым семь, хорошие семьи и для наших детей. Потому что, когда они спрашивают, а чей ты сын? И он скажет, вот-то, вот-то, вот-то. Ой, я знал твоего отца. Очень хороший был человек. Конечно, я тебе помогу. Ну, то есть, по-простому, да? Даже такой простой пример. Да, и потом он будет так же самым. Потому что он будет видеть живой пример в своей жизни. И это еще один плюс. Жертвенность очень важна, потому что это очень хороший пример. И когда ты скажем так, наводишь порядок и ты объясняешь, что ты сделал, это большой пример и для детей, и для других людей, что ты, допустим, часть своего имения ты готов отдать на церковь или на определенные организации. Это даже еще мудрый финансовый ход. Потому что, когда мы отдаем, Бог больше дает. В этом и смысл, чтобы стать, как бы, источником, как бы, через кого Бог дает. Получается, Бог руками чем это же работает. А почему это не твои бы руки, не твой бы кошелек, который Бог пользует. Как бы, нас отец так всегда учил, особенно вот в последнее время много из нас предпринимателей, как бы, он говорит, откройте ваши преимущества, что вам Бог дал, другим тоже. благословите через себя других. Почему бы это задерживаться в себе? Вы же не болото. Это правильно. Это как источник. Чем больше черпается и отдает другим, тем чище он. Если мы отдаем, то мы больше потом получаем. Эти каналы Божьи, они очищаются и тогда прибывает больше. И радости будет больше. Ну и давайте так. По большому счету, то, о чем мы говорили, ну это же и собирание сокровищ на небе. Поэтому, как ни крути, но и в нашей жизни обыденной, и если говорить о нашей вечной жизни, то поступать благотворительно в отношении других людей, в отношении проповеди Евангелия, это с каждой стороны имеет преимущество. Дай Бог нам мудрости так жить и поступать. Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, что все эти мысли и высказывания, они где-то заставили задуматься каждого над тем, как он живет, какие цели, ценности, принципы он выстраивает в своей жизни вот в плане пожертвований, в плане завещаний, в плане будущего для своих детей и для дела Божьего в этой земле. Мы уже не раз говорили об этом на этой программе, но я думаю, что стоит еще раз повторить. Это личный вопрос каждого из нас с Богом. Поэтому дай Боже вам мудрости перенимать правильные решения в таких моментах. Я приглашаю вас обратиться к Богу в молитве. Творец и Бог наш, мы от всего сердца благодарны Тебе за Твою любовь и милость. Благодарны за то, что Ты посылаешь в нашей жизни все, что нам необходимо. И даже если мы оказываемся в каких-то трудных обстоятельствах, в сложных моментах, я очень хорошо осознаю, Боже, это тоже нужно нам для нашего спасения, для формирования нашего характера, для того, чтобы никто из нас не был потерян для вечности. Дай только со смирением все принимать. За все всегда быть благодарными и мудро распоряжаться теми благами, которые Ты каждому из нас посылаешь. Мы молим и просим все это во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Аминь.